Важных моментах, очень коротко. Согласно пункту 4.1.1, правила страхования. Правила страхования – это основной документ страхования, и у любой уважающей себя компании они находятся в открытом доступе. В Медлайфе правила страхования находятся на сайте компании. Так вот, согласно пункту 4.1.1, любое событие не считается страховым, и страховая выплата не осуществляется, если оно произошло в результате войны или военных действий. Это касается и военных, и гражданских. О чем идет речь? Если наш клиент предоставляет документ медицинский, в котором написано, что с ним произошло, как основание для выплаты, вместе с заявлением о выплате страхового возмещения, не прослеживается связь с войной прямо или посленно, тогда это будет страховое событие, и Медлайфе осуществит страховую выплату. Если в медицинском документе, который предоставляет наш клиент вместе с заявлением на выплату страховую, четко прослеживается связь между войной и военными действиями, тогда это не страховое событие, и страховой выплаты не будет. Это очень важно понимать. Это классическое исключение из тех договоров страхования, лайковых, рисковых во всех странах мира. Все, что связано с войной и террористическими актами, не является страховым событием. Но руководство Медлайфа приняло решение принимать к рассмотрению абсолютно все события, в том числе, которые произошли в результате войны или военных действий, и от гражданских, и от военных. Это не значит, что в 100 случаях из 100 Медлайф что-то будет выплачивать. Но все эти события мы регистрируем, это нам необходимо, важно знать для статистики, для того, чтобы понимать, когда закончится война, сколько было заявлений от гражданских, сколько от военных. И специальная комиссия, которая не находится в Украине, комиссия Медлайфа, будет принимать решение по каждому отдельному случаю, индивидуально. И каждый клиент, либо выгодоприобретатель по риску смерти, получит индивидуальный ответ по зарегистрированному событию. То есть, еще раз, вернемся к предыдущим слайдам. С другой стороны, согласно правилам страхования, все, что связано с войной, не является страховым событием, и выплаты не предусмотрены. С другой стороны, мы принимаем документы и готовы рассматривать все события. Это значит, что Медлайф готов осуществлять эксграцию нашим клиентам. Есть такой термин страхования. Что такое эксграция? Это выплата компании в исключительных ситуациях, когда она платить не обязана, но выплачивает по гуманитарным, либо каким-то другим соображениям. Для Медлайфа эксграция – это имиджевые выплаты. Наша компания обладает финансовыми ресурсами, и мы можем себе позволить эксграцию своим клиентам. Такую маленькую ремарку хочу сделать. У нас в апреле месяце, в самом начале войны, в агентстве Медлайфа была встреча с ливанскими коллегами, и они нам рассказывали о том, что Медлайф Ливанский осуществляет эксграцию своим клиентам. Именно по этой причине, я думаю, в большей степени по этой причине, Ливанский Медлайф является лидером на ливанском страховом рынке, потому что ни одна местная страховая компания эксграцию не осуществляет. Продолжение следует...